всем привет дорогие друзья недавно вышло обновление для такой игры как fallout shelter обновление версии 1.5 и сегодня мы с вами посмотрим что же нового принесла эта игра пока сейчас я еще не вижу что у нас есть информация табличка не вышла сейчас должна выйти через некоторое время мы посмотрим узнаем ну а сейчас я расскажу что уже узнал но минимум это изменился звук сирены когда она вас нападает кто-то из пустоши рейдеры например а или когти на то звучит сирена вот звук этой сирены сейчас изменится стал такой более похожий на серийной с 4 и второе о вот отлично ура что нового давайте смотреть новые функции улучшение симуляции от инженера фолтек сбор утиле теперь вы можете получать хлам при разборке оружия костюмов ура это то что я хотел супер 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 новая возможность изменения облика больше способов изменить облик жителей в крикмахерской и плюс еще новые костюмы новые не боевые костюмы которые можно найти или сшить супер окей так ну вот нам подсказали там значит и в твой момент который я обнаружил это если мы с вами помещаем в комнату для обучения персонажа с максимальным уровнем он помещается значком о том что у него уже максимального сейчас дать я вам покажу из другой комнаты мы добавим сюда персонажа с максимальным уровнем удачи в комнату где она проучивается и видите значок уже соответственно удачи появляется у этого персонажа чем это удобно тем что когда у вас есть много персонажей которые получили уровни вы на автомате на соответственно сняли все эти значки с их голов грубо говоря да и забыли у кого из персонажей был максимальный уровень вот этот значок будет сам оставаться то есть вы будете знать что это персонажа нужно убрать из этой комнаты в какую-то другую поместить что ему больше делать ничего здесь давайте мы сейчас посмотрим что у нас поменялось по визуальным изменениям по изменениям лица там головы и прочее 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 прически может быть какие-то поменялись и посмотрим еще каким образом разбирается оружие так и так давайте посмотрим изменить значит прическа поехали ну ничего такого я прям нового особо сильно не вижу хотя нет что то есть у нас была 2 будем ее менять цвет волос в общем понятно черты лица какие-то маски появились на гуля можно было теперь остать похожим до появились дополнительные мордочки то есть вот черты лица вот и вот и вот эти вещи поменялись эти на гуле посмотрим он смотрите гуля вообще ненавижу гулей ну вот да они такие можно теперь сделать будет отстоить 2100 соответственно монеток с а ты сможете все убежище превратить в гули так ладно отмену делаем давайте посмотрим что у нас появилось ну по поводу разбора оружия создать здесь все стандартно почему-то бронебойный 10 миллиметровый пистолет появился я вроде как его ничего не находил ничего это ладно пусть будет на совести разработчиков дайте посмотрим где они разбираются на 1 складе разбираются вот давайте поищем на складе как она ситуация здесь по складу давайте посмотрим например вот у нас есть револьвер да вот появилась кнопка разбора видите все разберем окей настольный вентилятор супер собрать почему-то все мне это нравится то что я раньше все это продавала теперь все это барахло можно превратить в хлам все бред машинки можно сделать собрать 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 вау и теперь реально можно собирать те вещи которые вам нужно и это очень здорово они сделали так что я ребята всех нас поздравляю ой 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 что я сделал по привычке все продал бог мы превратить в вам всем будильники тут всякие наверное какое-то эксклюзивное оружие вообще будет превращаться в какие-нибудь опять по привычке продал да что ж такое то так да в машинку увидите-ка что-то в одну вещь разбирается что-то в несколько соответственно чем выше уровень тем больше нам дает эти все разберем разберем супер здесь тоже разберем опа ничего не добылась собрать собрать в общем да иногда даже получается что ничего нельзя добавить добыть из вот этого оружия в основном я смотрю машинки попадаются тоже не чем-то не топлили но это не страшно потому что принципе 10 монеток это не такая же большая сумма хотя если вы только начинайте играть в общем-то это для вас важно дать попробуем один пистолет разобрать будильник глупо увеличить на стекло все окей костюмы давайте посмотрим что разбираются до перчатки и все странно кей собрать собрать это тоже давайте разберем ничего не добыли платить в холм все нитки и все собрать собрать эту штуку тоже разберем собрать так вот у нас есть улучшенный радиационный костюм он голубеньким у нас помечен кстати хорошо что они стали помечать голубеньким то что раньше если вы помните не помечалось ничего видите тоже это очень важное изменение которое сейчас заметил то есть хорошие вещи стали помещаться голубым наверное очень хорошие будут до желтенький помещаться это тоже очень хорошо потому что очень часто бывает когда вы на складе много вещей имеете всякую фигню продаете и чего-нибудь нужное ее разберем сейчас посмотрим что за хорошую вещь на машинка лупа мишка побольше конечно но но вы знаете это то что надо потому что вот в частности у меня уже очень много денег а всякого такого хлама как раз не хватает и я считаю что это здорово что они сделали можно теперь так вот до бесконечности сидеть и разбирать все эти говняшки 3 раньше продавали тоже 10 монет погоды вообще не сделали да то есть реально можно нет все не будем одну здесь тоже одну давайте попробуем то есть 10 монет можно очень быстренько собрать получить просто работая на производстве а вот хлам то есть теперь можно вообще убежище не выходить то есть теперь можно запереться в убежище не выходить тогда когти на вас нападать не буду то есть если у вас все люди будут рождаться внутри помещения по карточкам вы ничего не будете получать людей да то есть новых персонажей то есть можно вообще обойтись без когти а когти это конечно вообще зверю кстати было нападение когти вот уже в этом обновлении и мне кажется они стали еще сильнее по поводу нападение когти я хотел бы сказать еще пару дополнительных слов о том что на мой взгляд сейчас на текущий момент все эти нападения стали намного сильнее то есть если раньше у вас достаточно слабые бойцы могли легко противостоять например если у них был тридцатый уровень и без особой там защиты без особого оружия без особых скиллов они в общем-то вполне могли против когти выстоять когда когти пробегают в один конец комнаты в другую канетку конец комнаты ну в общем то можно было и более-менее даже не отхиливать они вас выставили против когтей и ничего критично не происходило то есть ваши пати не погибали когти соответственно выпадали в осадок сейчас же совершенно нет сейчас смотрите у меня уже топовые бойцы 50 лево максимально прокачанный и которая дает вам бонус на жизнь хорошие достаточно оружие ну конечно идеально но достаточно мощное оружие которое значительно быстрее должно выносить и при этом когти могут пробежать в одну сторону и вынести вообще всех подряд то есть вот два первых бойца которые стоят в комнате они спокойно справляются с рейдерами рейдеры дальше этой комнаты не ходят когти также проходит через них не где-то по половине жизни остается но дальше проблема в следующей комнате там 6 человек стоит с максимальным е с максимальным с с оружием приличном но вполне возможно что один два три иногда даже четыре читать погибает от когтей это на мой взгляд неправильно да потому что зачем вам прокачивать бойцов когда вы знаете что собственно придут когти страну их вынесутся то есть здесь разработчики немножко перемудрили надеюсь что следующих патчах все-таки это поправит причем тут еще есть один маленький нюанс это у нас убежище 69 это убежище где живут одни дамы а есть еще убежище 68 дают там где с трех мужчин и одна женщина начинался но у нас живет по режиму выживания вот там эта проблема то есть если здесь мы там отхилить можем хотя тоже иногда не успеваешь отхилить в ряд они стоят наши персонажи и того кого нужно отхилить даже мышкой невозможно поймать потому что где-то там сзади спрятался боя такая проблема ну упустили в обычной игре ничего страшного умерли деньги есть резнули их и все нормально а вот в режиме выживания такого нет то есть вы тратите огромное количество времени на то чтобы прокачать персонажа прокачать ему характеристики а при этом он раз если там несколько недель допустим потратили в новом раз и умирает и все и никаких плюшек и бонусов здесь нет на мой взгляд это неправильно может быть какие-то комнаты новые появились нет не привез молоточек он как был один так и остался оружейная мастерская она в прошлом у нас патчи вышла мастерская костюмов брикмахерская но это все с прошлых патчей больше нового ничего нет жаль жаль хотелось бы кажется что-то увидеть нового ничего давайте посмотрим может быть они что-то поменяли со складом потому что склад был на мой взгляд не очень интересно организован хранилище дан то есть она как было так и осталось ничего здесь нет ладно потом будем ждать других патчей но я хочу сказать что то что они сделали то что можно разбирать немножко сигнал сирены изменился дальше поменялся значок когда у вас в комнате для обучения кто-то имеет максимальный уровень а вы случайно жмакнули сняли его первый раз когда он получил уровень он все равно будет отображаться ну что было понятно кого убирать из комнаты плюс новые стрижки давали ну это кому интересно не в частности это не очень интересная попробовал один там два раза и все и плюс появились да кстати появились новые костюмы вот это тоже очень важно давайте наверно посмотрим может быть мы что-то из новых костюмов можем посмотреть давайте просто посмотрим еще какие доступны так вот я вижу как минимум весенний костюм так мы его делаем окей ой что жки сделал что же я сделал очень короче посмотрите сами здесь даде есть но я с вами на этом прощаюсь приходите еще пытаться интересного пока пока